Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться одним из своих любимых рецептов. Это котлеты и щуки. Как говорится, сумел словить щуку, сумей ее и приготовить. Так вот сидели, думали, что бы нам интересного вкусного покушать. И вспомнили, что у нас есть хорошая щучка. Такое вот филе на 3 килограмма. И конечно же самые вкусные котлеты это получаются из щуки или сама. И вот решили мы сделать котлеты. И я конечно же захотел поделиться своим рецептом, друзья, с вами. Для этого нам понадобится примерно 3 килограмма щучьего филе. 3 крупных луковицы, репчатого лука. 4 куриных яйца. 1 морковочка. 400 грамм свиного шпика. И примерно 300 грамм батона. Также нам понадобится приправа. Но это по вкусу. И соль. Также мы будем использовать по вкусу. И конечно же понадобится немножко муки. А теперь, друзья, приступим к приготовлению. Перекручивать будем все на средней сеточке. И пропустим примерно 2 раза филе через мясорубку, чтобы полностью перемолоть кости. Нарезали все средними кусочками. И теперь хорошо перекрутим. Режим. 7 longtemps. 8 longtemps. 10. 10, 12 день. 14. и вот друзья ответ еще один почему мы любим котлеты щуки или из сама за счет того что получается очень хорошее красивое белое мясо и получается очень красивый фарш сейчас добавим фарш яйца немного муки и хорошенько все перемешаем соли друзья добавляете по вкусу мы вот на такое количество щуки сейчас примерно добавили полторы чайных ложки соли но опять же приправы добавляйте тоже по вкус кому как нравится мы любим поострее мы добавляем побольше сейчас мы добавляем смесь перцев добавили 4 яйца теперь все хорошенько перемешиваем и лепим котлетки подготовили муку и теперь лепятся котлетки точнее заготовки под котлеты все быстренько наготовим обволакиваем в муке и укладываем на противень да друзья котлеты будем не жарить а запекать так как все-таки жареные будут повреднее а если запечь в духовке то это уже получается как диетическое блюдо грубо говоря и 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 будут еще вкуснее чем просто в муке ну значит теперь ставим на 100 70 180 градусов примерно на 30 минут и уже будем смотреть готовность котлет котлеты рыбные и как все знают рыба готовится намного быстрее чем мясо прошло 20 минут добавили температуру до 200 градусов и теперь подержим еще котлетки минут пять-шесть на температуре 200 градусов достали котлеты с духовки далее немножко остыть и общее время приготовления у нас заняло 30 минут сильно долго не держали чтобы они не подгорали появилась такая вот румяная как бы корочка на них и мы их достали из духовки такая вот ароматная вкуснятина у нас друзья получилось чем мне нравятся котлеты именно вот и щуки и сама что когда их мешаешь с батоном и салом то нет вот такого вот явного рыбного вкуса а такой вкус нежный мягенький конечно немножко рыбкой отдает но не очень насыщенно сейчас переложу тарелочку и попробую все на вкус теперь попробуем что у нас получилось такая вот красивая беленькая котлета я говорил фарш и щуки белый приятно вот очень его кушать все отлично приготовилась пропеклось в духовке вкус ребята реально классный очень вкусный вот если конечно у вас получается ловить хорошую щуку более двух-трех килограмм то котлеты с нее просто замечательные если никогда не пробовали обязательно попробуйте и рекомендую попробовать именно вот по моему рецепту добавлять немножко батончика и свинины на этом друзья видео буду заканчивать всех благ вам вашим близким кто не подписался подписывайтесь обязательно ставьте лайки или дизлайки и пишите комментарии под видео до новых встреч друзья по моему рецепту Субтитры сделал DimaTorzok